Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду переставлять с парфюмы на этом столике, потому что это подборка на август, а у нас уже вот-вот на носу будет сентябрь. Будет здесь большая перестановка. Что из этого всего я носила больше всего в августе? Трусарди Ви де Милана, Викиоли, Фиори, Чиари. Каждый раз смеюсь, когда произношу это название. Совсем чуть-чуть носила карму, но с большим удовольствием заметила, что перед сном мне ее очень хочется. Этот парфюм я носила буквально один раз. Рука к нему не тянулась. Раза три-четыре носила Ната Парфюм. Я его стала слышать, ощущать. Несколько раз носила Зару Роуз Гурман. Это очень красивый ут и роза. Раза четыре носила Ньюд Букет от Зара. Красивый цветочный, такой пианистый аромат. Нермал от Лаборатория Альфатива носила, наверное, один раз, потому что как-то в последнее время у меня рука к нему все меньше и меньше тянется. Не знаю, что со мной происходит. Очень часто носила свою Любовь в Шенель Шанс от Андра. Здесь вы уже видите, сколько осталось от 100 миллилитров. Раза два носила Лав Хлоэ. Раз пять где-то носила Блэк Опиум. Не удивляйтесь количеству раз, сколько я носила, потому что я в течение дня люблю менять парфюмы. Практически не носила. Один или два раза я его наносила. Блэк Опиум. Ой, фу-фу-фу-фу-фу. Томфорд Блэк Оркет. Рука не тянулась. По-моему, совсем не носила Итаку. Один раз на себя наносила. Брада, Инфьюжн, Флёрт Оранж. Немой аромат. Не приносит он мне удовольствия. Частенько пользовалась Марчеса Девина от Мореск. Несколько раз носила Клин Спаркнин Шувер. Около двух раз одевала этот парфюм от Марк Сэн Спенсер. Один раз носила на работу Эрмес Унжер Дивенсуар Леонил. Честно говоря, в конце дня я услышала, что от меня пахнет котиками. И была очень разочарована. Хотя я уже не первый раз его ношу. Он у меня уже не первый год. Но прям я вначале не поняла, что происходит. Раза четыре-пять я носила Милограна. Обожаю этот аромат. Не могу нарадоваться, что он у меня наконец есть. И это в прохладу на мне мыло. Такое старое классическое дорогое мыло. А в тепле он раскрывается специями красивыми. Раза три носила Лакост Парфан. Интересная штука. Иногда я от него кайфую. А иногда хочется им набрызгаться. Брызгаюсь и потом жалею. Потому что он начинает химозить. Странно. Начала пользоваться этим парфюмом. Лишь потому, что он... Ну, во-первых, он свежий. На лето хорошо подходит. Пахнет. Если вы никогда не пробовали этот аромат. То наверняка вы пробовали. Хлоя by Хлоя аромат. Вот этот похожий. Только он более строгий по своему звучанию. Начала доставать и носить. Потому что мне кажется, что он скоро топо, скопытится. Поэтому я его достала. Пользовалась раз пять, наверное. И с удовольствием. Но он очень быстро слетает. Очень мне захотелось достать YSL Libre. Он у меня не был на этом столике выложен. Но я его достала и с удовольствием пользовалась. Несколько раз. Совсем чуть-чуть пользовалась Never Springs от Birkenberry. И, кстати, поймала кайф. То есть я делаю вывод, что для него, скорее всего, нужна не жара, не холод. А такое что-то среднее. Появились у меня два аромата. Зеленский и Розен. Хорошо, что они по 10 миллилитров. И, в принципе, достаточно бюджетно получилось. Я их не поняла. Я поняла этот концепт. Он совпал с моим восприятием. Но эти парфюмы я не поняла. Потому что они пахнут очень по-простому. Какие-то они совсем простецкие. На блоттере казалось, что будет что-то поинтереснее. Но хорошо, что 10 миллилитров с собой в сумку положить и где-то спшикать после тренажерки. Этим парфюмом я не пользовалась вообще. State of mind. Secret of success. Все в пыли. Потому что я просто его не видела на парфюмерном столике. Я забыла, что я его выложила. Вот так. Сейчас я вытру пыль. Достану парфюмы, которые я хочу видеть на столике. В данный момент. И вам покажу, что я выставила. Итак. Я решила оставить два парфюма от Зеленский и Розен. Розмарин и Лимон. Ветивер и Лимон. Буду знакомиться. Буду притираться. Я не я, если я не буду пробовать притереться. Принюхаться. Парфюм из прошлого. Hermes. Ода Мервей. Идет сюда. Это у меня, по-моему, туалетная вода. Да, это туалетная вода. Идет сюда. Смотрите до конца видео. Потому что в конце, скорее всего, будет сюрприз. Если я не передумаю. Ностальгия. Ударила в голову. Хочу извиниться за свой маникюр. Вы, наверняка, это видео будете смотреть быстрее, чем влог. Во влоге вы узнаете, что у меня со второй рукой, с правой, я не могу себе сделать маникюр. Парфюм, который я очень давно не носила. Я все время его выставляю. Не все время, а периодически. Выставляю на парфюмерный столик. Но почему-то не ношу. Хочу попробовать поносить. Парфюм, без которого я не представляю свою осень. Прада Кэнди. Это 80 мл. У меня тут уже немного осталось. Тестерная бутылка. Старая-старая. Герлен Линстан Мажик. Красивая пудра. Невероятная. Какая-то... С переформулировкой она стала более носибельная. Более такая воздушная. Мне, кстати, нравится больше, чем оригинал. Да, оригинал был вроде бы как поинтереснее. Но у меня от него иногда болела голова. А вот от этого не болит совсем. Оставляю с прошлого месяца Zara Rose Gourmand. Удик с розочкой. Очень теплый, согревающий. Будет меня согревать в сентябре. Решила дать шанс фиалке Nirmal. Лаборатория Альфа-Тива. Решила оставить Батагавина. Это нот флюораль. Шла по улице и вспомнила, что у меня же есть Ариана Гранде Клауд. Решила поставить на парфюмерный столик. Осень. И хочется одеть кожаную черную куртку. Для этого я достаю этот аромат, который, в принципе, очень хорошо подчеркивает такой немножко брутальный образ. В дополнение кожаной куртки, которая сделана из веганской кожи. И чтобы она была более настоящая, ощущалась как настоящая кожаная куртка. Батагавина это. Вот Батагавина это. Это замша, это персики. Суперский аромат. Звучит как ниша. Я не понимаю, зачем такую красоту снимать с производства. Захотелось мне Miss Dior Eau de Parfum 2012 года. Miss Dior. Малиновое варенье. Tresor Midnight Rose. Супер вечерний, фруктовый, ягодный, ягодный. Вареньевый, такой густой. С невероятно красивым ягодным, мускусным шлейфом аромат. Ну что, ударим по седине, по старине. Достала Lady Gaga. Parfum Fame. Захотелось укутаться в теплый свитер. А это означает, что время пришло для Chanel Allure. Это туалетная вода у меня. Продолжает оставаться Yves Saint Laurent Libre Intense. И также остается с августа Милограна от Santa Maria Navella. Буду наслаждаться. Пока не надоест. Пока не уйдет в спячку на долгие годы. Coco Noir Eau de Parfum от Chanel. Мне захотелось гвоздички. Я не знаю, как долго этот мой период продлится. Но мне ее захотелось вытащить. Достала эту шикарную коробку. В которой лежит вот такой вот арабский красавец. На тему Initeo Mask Therapy. Этот парфюм интерпретация. Очень хорошая такая интерпретация. Mask Therapy от Initeo. Я не знаю, захочется ли мне им пользоваться или нет. Но сейчас мне кажется, что да. Также достала вот такую красоту. Не могу подальше показать. Такую красоту. Tiziana Terensi Al Contrario. Боже, как я его люблю. Этот парфюм мне обязательно нужен в запасе. Потому что это экстракт. И у меня тут его осталось, ну, не знаю, наверное, миллилитров пять. Он очень стойкий, но совершенно не шлейфовый. Это просто секс во флаконе. Это божественный аромат. Это ведьма. Это гулянки какие-то поздними вечерами осенними. Просто бомба. И мне его тоже нужно. Также, когда покупала в Крем Даля Крем вот этот аромат, меня спросили, какие пробники я хочу. И я выбрала Матьер Премьер Ванила Паудер. Честно, здесь слишком много положено вот этого модного мускуса. И да, он мега стойкий. Просто мега стойкий. Я его слышу на следующий день от себя. Но из-за того, что он такой стойкий, лично я от него устаю. От мега стойких ароматов я устаю. Но у меня есть новая любовь. Фредерик Маль. Акне Студиос. Это просто невероятные. Какие-то альдегиды с фруктами. Что там еще было, я не помню. Но это такой взрыв. Особенно начало фруктовое такое. Потом вылезает и длигиды. В общем, это аромат. Удивительно, да. Что сейчас еще могут сделать ни на что не похожий аромат. Я ничего похожего не слышала. Может быть, кто-то скажет, что это на что похоже. Для меня это совершенно какое-то новое звучание. Я влюбилась. Пользуюсь пробником с удовольствием. Еще я пока разбирала, стирала пыль со столика. Вспомнила, что у меня-то есть Шанель. Эксклюзивная линейка от Левант. 1957 аромат. И я его тоже хочу ощущать в сентябре. И так как у нас в Стокмане пустые только тестеры. Том Форд. Почему? Почему высота крышечки разная? Это как? Разные крышечки. Ладно, проехали. Так, на чем я остановилась? Тестеры в Стокмане Том Форда, особенно на новинки, пустые. Уже пустые полгода. То есть тестер один появился и потом больше не появлялся. И мне пришлось заказать от Левант, чему я очень рада, потому что я пользуюсь этим от Левантом. Я им наслаждаюсь, но у меня отпало острый зуд в одном месте купить себе флакон. Так что я рада, что я купила от Левант. Буду им пользоваться и наслаждаться, и забуду про покупку флакона. Итак, что за сюрприз я приготовила? А сюрприз очень элементарный. Я, как всегда, наставила на этот парфюмерный столик кучу всего. Но я хочу сократить эту кучу. Я поступлю таким образом. Пробники и от Леванты, они точно остаются. Что я точно хочу на этом столике? Я хочу Allure. Я хочу Miss Dior. Точно. От этого красавчика я готова отказаться. От чего я еще готова отказаться? Я готова отказаться от Not, от Bottega Veneta. Я готова отказаться от Merveille. Пойдет спать дальше. Еще от чего-то надо отказаться. У меня идея была вообще оставить только 5 флаконов. Ладно, поступим следующим образом. Я убрала 3. Точно хочу оставить All Contrario. Точно хочу оставить эти два. Prado. Я уберу Coco. Noir. Я уберу лаборатория Al Fativa. Что еще я могу убрать? Все равно получается 14 парфюмов. Но это слишком много. Слишком много. Давайте я буду честна с собой. Мне трудно, трудно выбрать. Предположим, что сентябрь будет теплым и Bottega Veneta я уберу. Что еще можно убрать? И я, наверное, уберу Tresor Midnight Rose. Потому что он очень прям вечерний. Так, я, наверное, уберу все-таки Allure. На более холодную погоду. Уберу Леди Гага. Потому что я не уверена. Вот сейчас я думаю, что я буду пользоваться. Но я уверена, что... Вернее, я не уверена, что я ее буду пользоваться. Короче. Мне хочется, но рука к ней, скорее всего, не будет тянуться. Итак, у нас... Так, 3, 6, 9, 10 парфюмов осталось. Но до 5 я никак не могу сократить. Итак, я сделала свой выбор. На столике у меня осталось 10 парфюмов. У меня впервые в жизни на парфюмерном столике так мало аромата. Что я оставила? Мой выбор пал на Carlyna Errera Good Girl. Это супер бомбическая пирамидка. Здесь просто какое-то невероятное количество нот. Он немножко в сторону унисекс. Брутальный женский аромат. Мне очень нравится на холодное время года. Мой любимый, мой родной Prada Candy. В парфюмерной воде. Не представляю свою жизнь, свою осень, холода без этой карамельки. Это теплый бежевый свитер. Это какие-то мамины обнимашки. Обожаю его. Но не всегда, кстати, на него есть настроение. Al contrario. Как я уже сказала, такой ведьминский ароматик. Аромат каких-то вечеров Хэллоуина. По-моему, в пирамидке есть кофе и какой-то алкоголь. Но это такая шальная императрица, которая выходит в костюме ведьмочки или девушки-кошки в Хэллоуин. И будоражит всех своих соседей. Коко Шанель Монмуазель. Хотела убрать, но пшикнула. И все-таки нет, я ее оставлю. Давно я ее не наслаждалась. Герлен Линстант Мажик. Так как этот флакончик у меня появился сравнительно недавно. Хочу им насладиться. Ждала прохладную погоду. Поэтому он точно остается. Люблю пудровые ароматы. Это очень красивая такая дорогущая пудра. И в Сен-Лоран. Хотела тоже убрать, потому что, в принципе, это не самый мой любимый парфюм. Но опять-таки пшикнула его в воздух. Послушала, думаю, нет. Он останется. Ариана Гранде Клауд. Однозначно остается. Потому что я о нем вспоминала несколько дней назад. И он мне не давал покоя. Бакара Руж на минималках. Бюджетная Бакара Руж. Как ее еще назвать. В общем, очень вкусный такой аромат. Без всяких бинтов. Зара Роуз Гурман. Розочка с удиком, как я уже говорила. Остается мой любимый Милограна от Санта-Мария Новелла. Обожаю его. Вот стоит, вроде бы, ничего из себя не представляет. А как я его вдохну. Его хочется вдыхать прямо глубоко-глубоко-глубоко. И Мисс Диор Ода Парфан давно не носила. Все экономила, экономила. Но доэкономлю, что он испортится. Надо его носить. И в такое время года он прям прекрасно пахнет цветами. Жасмином. Это в основном аромат о жасмине. Не помню, есть ли здесь попкорн. Но мне чудится попкорн. Во многих Мисс Диор мне чудится попкорн. Но есть в нем что-то такое солоновато, сладенькое. Но, в принципе, основная нота здесь жасмин. Но мне пахнет чем-то таким съедобненьким. Оставила и Зеленский. Буду пробовать, буду знакомиться. Может, он повернется ко мне какими-нибудь интересными гранями. Не буду бросать надежды. Вот. Такой у меня столик на сентябрь. Делитесь в комментариях, сколько ароматов стоит на вашем профильном столике. И что вы на него поставили. Надеюсь, у вас все хорошо. Всем мира и добра. Пока. Ах, да, и забыла совсем эти пробники. И от Леванта 2 тоже остаются на парфюмерном столике. Акно Студио с Фредерик Маль. Ай! Ванилла Паудер от Матьер Премьер. Шанель эксклюзивная линейка 1957. И в Том Форд ванилла Секс. Очень вкусная ваниль, но я не знаю, как можно за нее такие деньги давать. Но есть только их очень много. Все. Все, теперь все.